За 25 лет независимости Республика Казахстан достигла многого и уверенно продолжает идти вперед, так считает президент Международного налогово-инвестиционного центра Дэниел Витт. По его мнению, реформы, предложенные главой государства, могут заложить прочную основу в стране. Перераспределение властных полномочий президента в пользу парламента и правительства является существенным вкладом в обеспечение дальнейшего экономического роста и политического укрепления страны в Центрально-Азиатском регионе. Я позитивно воспринял послание президента Назарбаева о третьей модернизации Казахстана и с удовольствием поделюсь своим мнением. Я впервые посетил Казахстан в 1993 году. Помню первый план страны, целью которого было построить независимое государство с рыночной экономикой, который был успешно реализован через привлечение прямых иностранных инвестиций. И, конечно же, я помню стратегию 2030, основные положения, которые связаны с моей работой – экономикой, налоговой политикой, инвестиционной политикой и денежной. Цель этих планов – вхождение Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Я думаю, вы можете сказать, что миссия выполнена, но страна не может стоять на месте. Это как игра в хоккей. Если вы не будете двигаться, то либо споткнетесь, либо вам забьют гол. Такая же ситуация с экономикой Казахстана. Третий план модернизации президента охватывает все – и правительство, и мажорист, и народ. В моем понимании, модернизация страны общая для всех. Ей нужно продолжать упорно трудиться, чтобы гарантировать Казахстану конкурентоспособность в условиях глобальной экономики.